Двести дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. И 2 февраля 1943-го советские войска одержали победу над врагом в Сталинграде. Это был коренной перелом Второй мировой войны. И тут же в город на Волге начали присылать подарки со всего мира. Знак восхищения подвигом советского народа. И сейчас вы увидите некоторые из этих подарков. В эфире совместный проект Музея-заповедника Сталинградской битвы и телеканала МТВ «Мировые подарки Сталинграду». Перед вами металлическая пакета с текстом поэмы «Лапиде и дномини, надгробие и позору» итальянского общественного деятеля Пьеро Каламадри. После установления власти нацистов в Германии, Италия стала их основным союзником. Она принимала участие во Второй мировой войне на их стороне, в нападении на Советский Союз, ну и в том числе в Сталинградской битве. Летно 1943 года в Италии произошел государственный переворот, в результате которого Бенито Муссолини был арестован. А уже 3 сентября этого года новое итальянское правительство объявило о перемирии с Соединенными Штатами и Великобританией. В ответ на это немецкое командование начинает стремительную оккупацию с северной и центральной частей Италии, освобождает Бенито Муссолини из заключения, и на оккупированных территориях он провозглашает Итальянскую социальную республику. На территории этой республики начинает формироваться итальянское движение сопротивления, которое отныне и впредь будет непримиримым соперником оккупантов и итальянского фашизма. Как это зачастую бывало на других фронтах Второй мировой войны, наибольшие потери в сражениях несли не партизаны, а мирное население оккупированных территорий. Печальная судьба небольшого итальянского города Мардзаботта на севере Италии. Там с 29 сентября по 5 октября 1944 года во время карательной акции оккупационные войска Германии убили около 770 мирных жителей. Из них 316 женщины и около 200 несовершеннолетние дети. В 1972 году делегация итальянского движения сопротивления преподнесла в дар городу-герою Сталинграду землю и прах с места погребения жертв той трагедии. За совершенные преступления Альберт Кеслеринг, надзначенный командующим итальянским театром военных действий, был приговорен к смертной казни. Затем его наказание было смягчено до пожизненного заключения, а уже позднее он вовсе был освобожден ввиду ухудшения его здоровья. Ни во время суда, ни после Нюрнбергского трибунала он не раскаялся в содеянном. Более того, в одном из своих публичных выступлений после освобождения он заявил, что итальянцы должны бы быть благодарны ему за 18 месяцев оккупации и поставить памятник. В ответ на это Пьерро Каламадри, известный итальянский общественный деятель, опубликовал небольшое стихотворение, поэму, в котором он отвечает Кеслерингу, что если тот когда-либо приедет обратно в Италию, он действительно сможет увидеть памятник, но более крепкий памятник, чем камень, который состоит из живых и мертвых бойцов движения сопротивления, которые взялись за оружие и для того, чтобы разжигать вражду, а для того, чтобы сохранить достоинство своего народа. На этих дорогах, если захочешь вернуться на своих местах, найдешь опять мертвых и живых, связанных одним обязательством, найдешь народ, сплотившийся вокруг памятника, имя которому сейчас и навек сопротивление. Именно эти строки написаны на пакете. Это дословный перевод текста поэмы. В следующий раз на телеканале МТВ Музей-заповедник Сталинградской битвы продолжит знакомить вас с мировыми подарками Сталинграду. А на сегодня все. До встречи. Музей-заповедник Сталинградской битвы Музей-заповедник Сталинградской битвы